Добрый день, друзья! Сегодня поговорим с вами о рекомендациях по проведению упражнений артикуляционной гимнастики. Я думаю, что это видео будет полезно не только специалистам, но и родителям. Проводить артикуляционную гимнастику необходимо ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения от одного до трех раз в день, не более пяти минут. Не следует предлагать детям сразу выполнять все упражнения, нужно постепенно-постепенно добавлять новые. Каждое упражнение на первых этапах мы выполняем от трех до пяти раз, повторов я имею в виду. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд, то есть это удержание артикуляционной позы в одном положении. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать определенную последовательность. Идти от простых упражнений к более сложным. И проводить их лучше, конечно же, в игровой форме. Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно. Добавлять лучше по одному, по два упражнения зависит, конечно, от ребенка. Если ребенок хорошо выполняет упражнения, можно дать ему сразу пять, например. Если ребенок не очень хорошо, мы даем на пробу те упражнения, которые он хорошо выполняет. Прекрасно он выполняет, но мы даем обязательно новые. Артикуляционную гимнастику нужно выполнять только сидя. Так как в таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки свободно находятся в свободном положении. Он может положить их себе на коленочки или держать при этом зеркало, если вы сидите друг напротив друга. Ребенок очень хорошо должен видеть лицо взрослого. Независимо от того, кто это родитель или это специалист. Он должен видеть и свое лицо, чтобы самостоятельно контролировать правильное выполнение упражнений. Поэтому при проведении упражнений артикуляционной гимнастики, ребенок и взрослый должны находиться перед зеркалом. Если есть такая возможность перед надстенным большим зеркалом, то вы сидите друг рядом с другом, ребенок рядом с вами, и вы смотрите и выполняете, смотря друг на друга через большое зеркало. Либо мы используем маленькое зеркало индивидуальное, которое ребенок держит перед собой, или оно стоит перед ним на столе, но вы сидите напротив друг друга. Начинать гимнастику артикуляционную необходимо с упражнений для губ. Как происходит выполнение артикуляционной гимнастики? Взрослый показывает предстоящие упражнения, используя какие игровые приемы, игры. Также мы рассказываем сначала, да, потом показываем упражнение, а потом это упражнение выполняет ребенок, а взрослый просто контролирует и говорит, как нужно сделать. Мы следим за качеством выполнения, за точностью движения, за плавностью, и также нужно следить, чтобы артикуляционная гимнастика выполнялась достаточно в таком среднем темпе, торопиться нельзя, потому что есть упражнения, которые мы выполняем в медленном темпе. Если у ребенка какое-то упражнение не получается, то мы можем ему помогать выполнять, показывать, как оно должно быть. Вы опять показываете, ребенок пробует, вы можете помогать, например, шпателем приподнимать язычок. Вот смотри, куда есть специальные приспособления, которые помогают удержать язычок. Либо чайная ложечка родители могут, либо, одевая перчатку, специалист может в перчатки залезть ребенку пальцем в рот и пододвинуть язычок туда, куда ему нужно. Для того, чтобы язычок нашел правильное положение, например, да, ну, например, облизал верхнюю губу, можно смазать губу чем-то вкусненьким, но это сейчас рекомендация для родителей, не для специалистов. Нужно пробовать разные варианты. Иногда детям помогает тактильное ощущение. Вот здесь облежи. Ребенок запомнил, достал язычком. Иногда не получается. Иногда нужно, чтобы он что-то, ему здесь чем-то намазать вкусненьким, чтобы он облизал. Действия все разные, да, поэтому нужно смотреть. Сначала, когда ребенок начинает только выполнять упражнения, могут возникать какие-то такие, знаете, напряженности в движении, да. Постепенно это напряжение исчезает, и движения становятся непринужденными, и в то же время они координированы, то есть правильные. Упражнения артикуляционной гимнастики включают в себя статические упражнения, так и динамические упражнения. Прежде чем приступать к выполнению упражнения, обязательно нужно просмотреть те рекомендации, которые, вспомнить, да, эти рекомендации, которые даются перед проведением артикуляционной гимнастики. Для того, чтобы правильно провести артикуляционную гимнастику, специалисты всегда помогают родителям, показывают, рассказывают, кто-то записывает видео, кто-то фотографирует. Обычно всегда я даю распечатки, на которых подробно расписано все, как выполнение каждого упражнения. Если какие-то вопросы возникают у родителей, я присылаю видео тем, как я выполняю данные упражнения, как должно быть, и варианты. У меня, например, каждое упражнение варьируется по сложности. У меня есть простой вариант выполнения упражнений, а есть сложный вариант упражнений. Мы стремимся всегда к сложному. Я говорю, эти упражнения у меня выполняют только профи. Всем хочется очень стать профи, поэтому они стремятся к тому более сложному варианту выполнения упражнений. Вот такой короткий урок сегодня вам записала. Надеюсь, он вам будет полезен. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!